здравствуйте эта программа открытый диалог сегодня будем говорить о самым дорогом о детях тем более что не просто о детях а именно их здоровье о том что делает что должен делать каждый взрослый и причем здесь детская поликлиника об этом нам будет рассказывать заведующей детской поликлиникой номер два городского круга люберцы алия сагангалеевна хайрушева здравствуйте здравствуйте алия ну в вашем лице приятно видеть молодой специалист вот а правда с детьми же тяжело работать тем более врачам да и тем более когда еще у него болит что-то не знаю мне кажется с детьми наоборот очень легко работать взрослыми сложнее и сложнее работать с мамами с мамами до слишком переживают конечно когда каждая мама переживает им карли за что вот моего как-то не так посмотрела или вот не все рассказали да ну да мама очень волнуется переживает поэтому наверное работа в детской поликлинике это особый такой психологический должен добыть склад у врача конечно прежде всего нужно маму успокоить с ней поговорить все объяснить про заболевание о состоянии ребенка назначить объяснить про препараты иногда даже на ребенок сидит тихо спокойно а мама вся прямо конечно 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 ну вот давайте мы поговорим сегодня у нас тема которую мы обозначили вместе с или это про профосмотр и так называемая не оказывается есть и у детей и наша любимая тема диспансеризации вот как бы мы они не говорили мы к ней все равно возвращаемся потому что вот это же поразительно где-то примерно в августе наши слухи любят распускать пошел слух ну во первых есть не слух официальная информация что там немножко у нас к видны дела чуть-чуть увеличилось число заболевших даже начали слухи пошли что вот будут маски водить народ же их быстро разносит потом начали как обычно говорят кто-то заболел обычный ну вирусным заболеванием слава богу не к вину и сразу говорит сейчас все болеют говорит и так далее но это же происходит всегда потому что сентябрь на люди приезжают из отпуска иммунитет у них там расслабился а здесь они и плюс дети вот скажите сейчас есть какой-то рост начнем с того заболеваемость рост заболеваемостями вирусными инфекциями конечно есть то есть было лето когда все были на дачах в отпусках у бабушек дедушек то есть за городом других регионах и они не контактировали до этих контакте не контактировали между собой а сейчас они все вернулись все 1 сентября пошли в школы сады и и и погода вроде как жарко нет он неожиданно холодно может да да погода и получается вот первую неделю они проходили цех целиком и со второй недели в понедельник у нас был подъем прям заболеваемости а выросли какие заболевания вот вирус на это имеется ввиду там урви да все эти да острые респираторные вирусные инфекции но это обычный рс вирус горло аденовирус и риновирус и да а с ковидом чего с к видом пока у детей тишина да уже радует да но если что вы готовы если что да мы готовы уже в поликлиниках закупается закуплены тесты на к вид как раньше были и х тесты грипп тесты то есть это мы будем конечно тестировать но сейчас уже делать какие-то против гриппа например нет это нет наоборот сейчас надо с конца августа мы в детстве давайте два два слова по поводу детского потому что я какой-то был такой период а вот тогда в комит который мы все пережили слава богу был период очень много обсуждали для детей делать вакцину не делать взрослые все переживали потому что мы же понимали что вакцина новая понятная новые так далее очень много было врачей ваших коллег которые приходили но есть заболевания по которым вакцины за известно уже давно вот как пойдет профилактика и предложение делать эти вакцины делают ли их делаю делаю с конца августа у нас началась активная вакцинация против гриппа то есть как она работает мы в акции получили вакцину детских поликлиниках раздали и полу а общеобразовательным учреждениям школах в садах и вот с конца августа уже сейчас и посетить по сегодняшний день мы вакцинируем всех детей от гриппа вакцина хорошая как идет процесс тут же еще на разрешение родителей должно да в школах в садах каждом учреждении есть врач педиатр или медицинская сестра медицинская сестра пишет информированное добровольное согласие на вакцину то есть подписывает на каждого ребенка раздает в каждый класс классному руководителю классный руководитель уже раздает ученикам ученики и говорит папе да от не относите домой мама согласна ли батка отказывается с подписью и возвращает медицинской сестре и уже медицинской сестра составляет списке а ученика никто не спрашивает ученика не спрашивает прекрасное прекрасное ну хорошо и иду до родители понимают что надо вакцинироваться или по-прежнему процент так скажем анти вакцинатором большую ну есть многие которые отказываются но за грипп много у нас согласно что когда ты видишь что твой ребенок вот в таком состоянии то в следующий раз точно сделаешь вакцина конечно особенно дети которые часто болеющие постоянно там отиты синуситы это же вакцина то уже давно известна от гриппа конечно сейчас мы же говорят что будут грипп роспотребнадзор по моему заявил вот этот h1 h1 опять будет не очень хороший будет грипп это и для взрослых кстати касается взрослых тоже что наверно можно конечно и взрослых вакцинировать до ноября это до ноября точно до ноября точно да конечно все уже есть то есть можно до приводить это какая-то отдельная очередь или записаться нужно если это не с школой связано если поликлинику если в поликлинику просто записаться либо к участковому врачу-педиатру либо есть кабинет справка в один шаг и прийти и тебе сделают вак и приходят конечно там уже мама прям сразу на месте пишут согласие да и конечно согласие обязательно наверное с детьми сейчас пишут еще больше дачи писали раньше что именно пишут бумаг сколько вот хорошо да сейчас все перешло или гликту электронную надо сидеть печатать сколько сейчас у нас ребеночек принимается по времени по времени врач-педиатр принимает ребенка 12 минут 12 минут а вот что можно сколько он из этих 12 минут пишет компьютере печатает то ну минуты три наверно точно да и что девять минут только остается на то чтобы пощупать а посмотреть посмотреть послушать успевает стараются педиатры а если серьезная проблема что если серьезно конечно чуть задерживаются а ну как то там двигается график хорошо не буду провокационные вопросы задавать но это же не поликлиника устанавливает это живу вам устанавливает минздрав минздрав то давайте поговорим о профосмотре а во второй части о диспансеризации что такое профосмотр детский это что такое профосмотр напомним тем кто не знает профосмотр они у нас в российской федерации закреплены законодательно приказом министерства здравоохранения российской федерации от 10 августа 2017 года приказ номер пятьсот четырнадцать н этот приказ о порядке прохождения несовершеннолетних медицинских осмотров а также при поступлении вообще образовательные учреждения и при обучении в них там насколько я знаю несколько этапов этих просмотров а смотри то есть там каждый ребенок должен быть в определенные декретированные возрастные периоды проходить медицинский осмотр это получается но самый первый профилактический атаку осмотр это идет в один месяц вообще осмотр ребенка при рождении да конечно я думаю там постоянно да это патронажи врачом педиатром участкового медицинской сестрой на дому и в роддоме у них сразу берут неонатальный скрининг на наследственные заболевания это обязательно это идет прямо вот в первый месяц жизни если вдруг в роддоме не зима это очень важно это чтобы не упустить вот эти наследственные заболевания их было раньше 5 наследственных заболеваний это такие как врожденный гипотиреоз фенилкетонурия адреногенитальный синдром да это такой неонатальный скрининг был до этого а с января этого года не брали брали скрининг а брали советское время просто такие вещи назад но неонатальный скрининг вот этот на 5 наследственных заболеваний уже давно да а с 1 января 2023 года он расширился уже до 36 наследственных заболеваний берут и там первичные иммунодефициты различные нарушения обмена веществ он расширился потому что стали больше болеть или просто решили их внести решили их внести чтобы больше обследовать детей чтобы это не потом уже последствия выявлять а уже при рождении опять же профилактировать это да вы же понимаем наверное сейчас это вот первый да который да неонатальный скрининг в роддоме и аудиологический скрининг это в роддоме потом наблюдается педиатром участковой медсестрой и приходят они в месяц в месяц уже такое углубленное приходит скорее все приносит в месяц уже приносит не даже придано вас и да и получается это такое углубленное расширенный профосмотр там уже смотрят специалисты педиатр невролог офтальмолог хирург стоматолог и проводят комплексный такой скрининг ультразвуковой делают ультразвуковое исследование органов брюшной полости почек тазобедренных суставов сердце и нейросонограмма это узи головного мозга прекрасно это в месяц и вот потом дует вот чтобы все было замечательно у меня такое ощущение что у каждого человека даже в месяц уже могут найти что-то что-то нет бывает конечно отклонения но и здоровых очень много бывает имеется в рамку в этом в рамках да да не пока я сейчас в случае конечно же шучу потому что ну какой-то невероятный такой осмотр в месяц а потом это хорошо это очень хорошо потому что лучше конечно заметит это за конечно предотвратим потом следующий возраст какой потом мы до года ежемесячно их наблюдает но это наблюдает только педиатр то есть каждый месяц а после года и потом идет уже расширенный такой профосмотр это в год в год это получается те же специалисты что были в месяц плюс добавляется травматолог ортопед и лор врач и еще говорить начинаем да и они создают общий анализ крови общий анализ мочи и электрокардиограмма это в год ну и потом уже потом да каждый год до семнадцати лет включительно каждый год профосмотр получаешь особенно еще и с юношеские да такие расширенные где очень много специалистов ультразвукового исследования анализов это такие возраста как в три года в шесть лет в семь лет когда вот в школу поступают дети в 10 в 14 15 16 17 лет и не пройти их нельзя потому что тебя не привод в школу или не примут в садик да это обязательно конечно при поступлении а если я дома учусь поликлинике по месту жительства и не дома учусь я веду к вы не хожу в школу нужно как нет конечно нужно на дому про конечно же равно нужно да конечно ну вот обратите внимание что я конечно немножко организировал но я делаю это почему потому что здорово наверное что если действительно это правильно работает и с точки зрения врачей и с точки зрения родителей то конечно же многие неполадки можно исправить сейчас в принципе медицина у нас хорошо шагнула вперед с другой стороны если знать тем же родителям что вот есть но слабые места я сейчас не говорю каких-то серьезных да так они просто вот слабые места там каждому и уже будут знать и потом когда ребенок вырастет он тоже будет понимать что вот ему лучше там чего-то я не знаю не пить холодную воду я например не могу пить я на нее смотрю меня уже горло болит да а кто-то наоборот ему только холодную подавать поэтому говоря серьезно профосмотр это забота и о ребенке и о тех других детях с которыми они вместе в детском садике или в школе или других организациях сейчас мы сделаем перерыв напомню что у нас алия хайрушева заведующая детской поликлиникой номер два городского круга люберцы прекрасно рассказала нам о том как проходит профосмотр а второй части поговорим о диспансеризации куда же без нее мы продолжаем нашу программу сегодня у нас медицинская тема детская даже тема алия сагангалиевна хайрушева у нас здесь в студии а вот заведующая детской поликлиника номер два городского круга люберца отвечает за всех детей этой поликлинике кстати много к вам приходят ну или как приписаны к прикрепленных детей 7060 7060 детей до хорошо даже если ну не бывает же на такого чтобы ребенок ни разу не болел то есть это в принципе каждый из 7060 рано или поздно к вам нужно обратиться конечно ай-яй-яй ну и как выдерживают ваши 5 мощности как сейчас говорят сейчас отдельно поговорим про именно мощности как здание оборудование да все выдерживает да все расписано все как в соответствии с приказами конечно конечно такой ты тогда конечно человеческий фактор вот давайте поговорим на же слухи разные ходят и люди скажем с большими медицинскими погонами здесь у нас бывали все-таки москва рано или поздно к себе так сказать забирает кадры простой вопрос больше скажем так финансовых возможностей но иногда люди хотят просто в центр в надежде на то что там но первых подработать еще где-то можно и так дать вот у вас с человеческим фактором педиатры вы сами сказали нормально хватает педиатров но в данный момент конечно не хватает у нас три врача педиатры ушли в декретный отпуск ну это же прекрасно да прекрасно поэтому сейчас конечно тут еще можно рассказать что это хорошо с точки зрения вашей работы потому что если бы работа была слишком нервная либо плохо организов организация была бы работы устроена то вряд ли бы они ушли бы в декретный отпуск так же уж теперь делать мужчин будете брать нет мы берем молодых специалистов в этом году например у нас пришло два доктора новых а вы как берете по каким-то ну вы наверно размещаете где-то объявления они пока нужны познакомиться настоящий конечно отдел кадров размещает вакансии ищет находит созванивается со мной они приходят уже ко мне с ними знакомо вас до с ними беседу ознакомлюсь со структурой работы с учреждением с нашим вот вообще-то детский педиатр это всегда до женщина в основном в основном да так подчеркнулись другие специальности там мужские вот но видимо что мама все-таки маме больше ребенок давида чем папе но у нас в основном логически да нет девушки вот диспансеризация многие врачи говорят профосмотр конечно же тоже такая глобальная диспансер даже вернее в детском плане это вот обязательно диспансеризация взрослая диспансеризация это когда мы здесь с вашими коллегами из взрослых поликлинику вещеваем приходите проходите и так далее и тому подобное вот если например как часто вообще надо с ребенком ходить к врачу что-то заболела ходить или даже если не заболела прийти что-то провериться лишний раз там какой-то анализ дать или ждать только вот это вот мы сидим и ждем когда год исполнится нет ну год точно не ждем до года мы и так и жмите такие которые чуть-чуть заболело что-то может даже не заболел ой что-то он как-то грустный сегодня за руку и сразу к врачу что наверно плохо загружает вас работы а есть когда действительно ну вот что-то не то а мама ну ладно там вот животик болит и и вино так поболела перестала то есть надо сразу эти к врачу лучше идти к врачу или не не ждать нет лучше конечно эти врачу вы назначите какой-то дополнительный спектр анализов какой-то до минимум какие нужны анализы сдать ультразвук провести каких-то дополнительные консультации врачей и специалистов то есть нет идти обязательно нужно врачу-педиатру а вот эти осмотры которые проводятся вот эта диспансеризация а что они дают ну вот например ну хорошо если будет все хорошо а если вдруг мы узнаем что какой-то там серьезный может быть вариант это же такой дополнительный нервный удар по маме прежде всего ребенок может даже так нет не отреагировать как вот вы в этом психологическом смысле еще ничего страшного нет но вот вы чувствуете что если мы это не надо же теперь маму приготовить чтобы либо таблетки какие-то давать либо там ну не знаю там запретить что-то есть ребенку давать нет мы когда вот в школах в садах при профосмотрах выявляем какую-то патологию мы конечно мы всем родителям законным представителям сообщаем что какое то есть отклонение нужно обратиться сначала к этому врачу специалисту в поликлинику по месту жительства и тот врач специалист скажет какой-то минимум провести анализов дополнительной там консультации только после этого он сделает какое-то заключение скажет у вас там такой-то такой-то диагноз нужно то-то будет там пропивать либо он там его опровергнет понятно то есть надо сразу переживать конечно а ведь это очень похоже на нашу взрослую жизнь когда уже ну уж не знаю к счастью ли к несчастью мамы перестают водить детей в детскую поликлинику а дети с там студентами были когда-то студенческие поликлиники ну во взрослую жизнь и вот этот вот опыт что да поболела поболела и перестала то есть наверное правильно если ребенка с детства приучить что вместе с родителями и с врачами что нужно все-таки себя осматривать чтобы нос как знаете вот к стоматологу ну кто пойдет просто так кому в голову придет идем когда уже забыли вот так вот здесь все а ведь про по уму как правильно надо ходить надо чистить зубы посмотреть вот здесь у вас уже скоро будет значит ломба кариес да он к сожалению всегда рядом с нами вот закладывается ли вот эти профосмотры закладывают ли в ребенка понимание во взрослой жизни что нужно к врачам приходить потом на диспансеризацию ну то есть периодически всего себя изучать конечно закладывают и вообще это как-то если регулярно посещать вот эти профилактические осмотры ежегодно то конечно это будет уже минимизирует все риски развития заболеваний каких-то патологических состояний факторов риска тех или иных заболеваний также там формируется уже каждому ребенку группа здоровья то есть какая группа здоровья у ребенка а сколько сейчас групп здоровья 5 групп здоровья до самая простая первая группа это самое это даже это дети инвалиды и также физкультурная группа по физкультуре тоже присваивается по проведению профосмотра также даются рекомендации поздоровлению чтобы выполнение здорового образа жизни вакцина профилактика закаливания витамины то есть это все они даже есть конечно все 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 вот это передается родителям несовершеннолетним детям и их законопредставитель ну потихоньку двигаясь к финалу не могу не спросить у вас такой немножко теледоктора сейчас включим понятно что период сейчас сложный но вот сейчас как нужно побольше чего давать детям в плане питания но чтобы пережить вот сейчас будет наверняка переход резкий зимнее состояние вот когда вспотел прибежал ли выбежал на балкон там что-то взял и заболел и тогда чего может попить надо не смысле конкретных таблеток там не знаю варенье какой-то поесть там больше молочных продуктов или овощей фруктов или дыню каждый день есть но я вообще вот врач-педиатр так вот я ж поэтому ведь я чувствую что да я к вам пришел на просмотр взрослый ребенок и я вообще как врач-педиатр я за минимум лекарств ребенку вот самое главное это промывание носа полоскание горло чем можно обычной даже водой а зачем нам нужно промывание ну грубо говоря пришел после прогулки да конечно прополоскать горло фрукты овощи то есть за здоровое питание витамин d обязательно ну когда отдельно надо покупать да потому что недостаток витамина d это и всех жителей московской области до солнца не хватает а это вот это который в единицах там 2000 да 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 вот ребенку ну ребенку две две с половиной тысячи в день до международных единиц до взрослому конечно больше два раза ну и там уже ищите 6 вариантов очень много я уж не знаю можно ли доверять что написано витамин d видишь написано 2000 единиц этих да ну вот но тут уже сами выбирайте но действительно витамин d это наша нехватка еще что больше жидкости пить и арбузик наверное воды воды а сколько надо ребенку выпивать ну вот я имею ввиду понятно что ну давайте такому возьмем там 8-10 лет вот такой возраст примерно сколько надо воды выпить полтора литра точно надо выпивать а человеку жмена почти все три взрослому да да конечно и пить главное не человек а мы просто человек не чая не сок не компот а именно вот воду высок вообще сейчас не рекомендую за потому что там сок это практически нет конечно кофе 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 детям не рекомендуется как а ну как а можно если нет а ну и как же быть тортики сладости все вот это вот все говорю по праздникам но это же так трудно вы же видите я с трудом сдерживал себя в празднике ну то есть от сахара все таки я почему веду говорят что растет все таки число вот болеющих сахарным диабетом том числе и среди молодежи а это же начинается там вот неправильном питании каких-то вот предрасположенностях да конечно мы можем это увидеть по тем скринингам которые вы делаете что человек предрасположен такому заболеванию а то есть же еще наследственность не на неонатальные скрининги они не берутся на сахарный диабет а когда он может проявиться он проявиться может любом возрасте любом да и до школы дошкольники есть и уже во взрослом ну что ж очень приятно что вы к нам пришли мы поняли что по крайней мере даже соответствие со всеми документами у родителей есть возможность узнать о своем ребенке очень много и в этом конечно же должен помочь и педиатр который ведь успевают еще в поликлиниках даже детей рожать и становится получается сами уже вашими пациентами вот напоминаю что сейчас продолжается вакцинация до до какого ноября до любой день можно прийти как-то записаться или заранее записаться выбрать удобное время все это есть бегать что-то покупать эту вакцину не надо не надо все есть все есть замечательно у нас в студии сегодня была альяса гонгалеевна хайрушева с которой мы поговорили о детских профосмотрах о том что это важно не только для вашего ребенка а это важно для для всех для школы потому что мы же прекрасно знаем тут взрослые иногда могут одно заболевание может выкосить всю фирму да они все уходят на больничные или на дистанционное так сказать общение а у что говорить о детей это очень быстро распространяется немножко рассказали вам как поддержать сейчас ребенка в этом состоянии когда такая погода но и желаем вам в вашем лице всем вашим сотрудникам успешно справиться со всеми зимними вызовами потому что без гриппа мы же никуда не денемся к сожалению спасибо огромное это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго